Нарушение охраны культурного наследия начинается с первого дома набережной. Нет охранных обязательств в отношении здания аптека Золотницкого. За него отвечает управляющая компания Балаклавского района. Это здание и еще ряд домов, признанных объектами культурного наследия регионального значения, находятся в неудовлетворительном состоянии. Также установлено, что в нарушении законодательства на фасаде здания Балаклавского дворца культуры, который является объектом охраны культурного наследия, административное здание 1930 года, постройки, размещены конструкции, рекламирующие услуги тепловодоснабжения и спортивные секции частных организаций. Подавляющее большинство объектов культурного наследия на территории Балаклавского района не имеют паспорта охранных обязательств, установленных охранных зон. В реестр собственности города не внесены сведения о доме Мануэле, полицейском участке и об объектах западного берега Балаклавской бухты. Это охотничий домик Юсупова, дача Щербина. На полностью реконструированных, вновь построенных домах Балаклавской набережной есть информационные таблички, а на исторически сохранившихся не везде. В адреса собственников, отвечающих за объекты культурного наследия, направлены представления прокуратуры. Все в наследии пояснили, что список исторического добра, который нужно охранять, очень велик. В нем 2200 объектов, которые имеют паспорта охраны. 600 выявленных из них находятся в работе. В прошлом году у нас были проведены работы 357 объектов. У нас получили предмет охраны границ территории. Нам нужно всего там 2-3 года для того, чтобы провести полный учет объектов культурного наследия, определиться, какие из них региональные, какие федеральные, какие недостойны быть этими объектами. Еще раз повторю, это делает государственная история культурная экспертиза. И мы тогда наведем полный порядок. Еще одна проблема охраны культурного наследия – невозможность установить собственника объекта. Это, например, происходит сейчас с лазаревскими акведуками в Аполлоновой и Ушаковой балках, да и в центре города. Сегодня я был там на стене седьмого бастиона. Ну вот стена. Объект требует, естественно, реставрации, благоустройства и так далее, и так далее, и так далее. Но кто собственник этой стены, как определить, невозможно определить собственника, поэтому невозможно определить, кто будет финансировать. А наша съемочная группа выявила в Балаклаве еще один объект, который не попал в список прокуратуры. Это бывшее здание городской управы, где сейчас находится районный суд. Здание включено в перечень объектов культурного наследия еще в 1990 году. Охранной таблички на нем до сих пор нет, а сотрудники суда, как выяснилось, понятия не имеют, что работают в историческом здании.